Привет! Меня зовут Марина, мне 17, я живу в Киеве. Я лучшая студентка юридического колледжа, победительница конкурсов красоты и мисс Надежда столицы 2010 года. С самого детства я стремилась быть первой во всем и за успехами скрывала свои настоящие переживания. Моя мама, вопреки уговорам бабушки сделать аборт, родила меня в 17, а когда мне было 4, ее с отцом лишили родительских прав из-за пьянства. Бабушка заменила мне обоих родителей. Я когда приносила на работу фотографии, мне сотрудница говорит, какая красивая девочка. Так это что, твоя внучка? Я говорю, да. Она научила меня верить в себя и твердо идти к своей цели. И я точно знала, что после окончания колледжа стану студенткой Академии внутренних дел, о которой мечтала с детства. Но все это отошло на второй план, когда перед очередной рекламной фотосъемкой я встретила Богдана. Стройный красавец-брюнет. К тому же модный стилист. Это же просто парень моей мечты. Каждая девушка мечтает, чтобы ее муж мог сделать ей укладку. Ответишь, как ты духа засла? Богдан вскружил мне голову. И через две недели после знакомства я сбежала к нему жить. С подругой нормально познакомился. Блондиночка, модель, все дела. Думаю, что это с ней нормально может получиться. Ты как всегда в своем репертуаре. Бабушку тогда чуть удар не хватил. Ведь мне было всего 15. Ты знаешь, чем это все может кончиться? Не все золото, что блестит. Но я очень хотела иметь настоящую семью. Семью, которой у меня никогда не было. И Богдан идеально подходил на роль мужа. Смотри, какие веселые рапузы. Хочешь себе это повар? Я хочу. Правда, за два года совместной жизни мы часто ссорились. Из-за пустяков. Кому мыть посуду или идти в магазин. Что мне надо надеть и как накраситься. Даже из-за моих опозданий. Я тебя полчаса жду. Но всегда после этого мирились. И я совсем не ожидала, что после очередной сцены ревности, которую я ему устроила, Богдан выставит меня за дверь. Придурка, кусок. Я была в отчаянии. Не представляла своей жизни без него. Но теперь ему придется принять меня обратно. Потому что я беременна. Беременность превратила мою жизнь в кошмар. Бабушка требовала сделать аборт и не ломать себе судьбу. А я верила, что малыш поможет мне вернуть Богдана. К тому же за то время, что мы были вместе, я научилась находить компромиссы. И поняла, как надо строить отношения с любимым. Но когда я сказала ему о беременности, он пришел в бешенство. Кричал, что ребенок ему не нужен. И я немедленно должна от него избавиться. От безысходности я решилась на этот страшный шаг. Но когда я с бабушкой приехала в больницу, то даже неожиданно примчался и Богдан. Он прямо из кабинета врача забрал меня к себе домой. Такой поступок мог означать одно. Богдан все-таки любит меня. И будет любить нашего малыша. Но спустя полгода я в этом засомневалась. Ведь тогда я даже не подозревала, что принять меня и ребенка было вовсе не решением Богдана. На самом деле его заставила мама. Она давно мечтает о внуках, но старшая дочь до сих пор не осчастливила ее таким подарком. С тех пор, как я переехала к Богдану, я превратилась в домохозяйку. Веду себя как идеальная жена, но он постоянно чем-то недоволен. Ну что ты, долго еще? Ну сейчас, зайка, а сейчас доглажу и все. Слушай, а что ты вообще гладишь? А что тебе гладить? Что ты вообще за рубашку? Где ты ее взяла? Я нормальную просил прям погладить. Ты что, охренел, Богдан? Слушай, а тебе что-то не нравится? Не нравится, как ты со мной разговариваешь. Да ты, блядь, здесь сидишь и ни фиг не делаешь. Даже толком рубашку погладить. Что слышишь? А, типа, блядь, я тебе тут навязываюсь, да? Ты хоть бы хоть что-то делала. А я типа ни х** не делала. А что ты делаешь? Ты рубашку погладила, да? Не нравится рубашка? Возьми, выброси. Понятно тебе? Возьму и выброшу. Вместе с тобой. Понятно? Дебил. Иди отсюда. Иди отсюда сама. Почему он так ко мне относится? Я же все для него делаю. Может, причина в том, что именно родители заставили Богдана вернуть меня? Решив преподать ему урок, мол, совершил ошибку, теперь отвечай. Но несмотря на это, я все-таки надеюсь, что рождение ребенка изменит Богдана. И мы будем жить, как настоящая семья. К тому же, рассчитывать мне больше не на кого. После того, как я вернулась к любимому, бабушка наотрез отказалась мне помогать. И заявила, что правнучку никогда не признает. Тогда я даже не подозревала, что это было только началом моих испытаний. Добрый вечер. Привет. Как всегда, не вовремя. Что случилось уже? Как дела? Да ничего, нормально все. Понятно. Живем мы с папой Богданом. Он часто становится свидетелем наших ссор. Но почему-то никогда не говорит сыну, что так вести себя с девушкой, да еще и беременной, нельзя. Я бы с удовольствием съехала отсюда. Но позволить себе этого мы не можем. Богдан оказался жутким лентяем. А его крутой стиль – только маска на людях. На самом деле, он работает в салоне всего три дня в неделю. А его клиентов можно пересчитать по пальцам. Но, похоже, Богдана это совсем не волнует. И на уме у него одни тусовки с друзьями. Как у тебя дела? С Мариной постоянно ругаемся. То ли у нее, блин, гормоны, то ли, я не знаю, тараканы в голове. Уже достало, б**ть ее страдать. А что, уже чувствуешься папиком? Да не, стрёмно, блин. Боюсь. И выкупаешь мне еще рано, 19 лет куда-то. Ты не хотел этого ребенка, или что? Да, как бы не хотел, но так уже получилось. Уже все родители нависли. Давай, давай. Я сразу думал, может, там, аборт. Но все как нависли. Поэтому уже никуда, блин, не денусь. А Марина что? Что, что? Пришлось ей переехать ко мне. Так тебе еще с ней всю жизнь жить. Я знаю. Будем жить ради ребенка, мириться. И что сделать? Уже, уже с корабля не спрыгнешь. После вчерашней ссоры мы с Богданом так и не помирились. Надеюсь, фотосессия поможет отвлечься. Меня до сих пор приглашают на рекламные съемки. Сегодня я представляю деловую одежду для беременных. Я очень скучаю по тем временам. Да и гонорар сейчас лишним не будет. За компанию я взяла с собой подружек. Но их, как всегда, интересуют только мои отношения с Богданом. Мариша, если бы ты не забеременела, как ты думаешь, ты помирилась с Богданчиком? Да. А почему ты так уверена? С каждым днем я чувствую, что это мой партнер по жизни. Очень сильно поменялись отношения. Ну, лучше намного стало. Как бы больше уважения. Ну, это был какой-то как толчок для применения, мне кажется. Естественно, я никому не расскажу, что у нас с Богданом происходит на самом деле. Не хочу, чтобы кто-то злорадствовал, узнав, насколько все плохо. Ну что, приготовились уже? Угу. Так, давайте будем сниматься. Если бы подружки только знали, как тяжело дается мне эта улыбка. Классно отработали, вот он гонорар, ждите фотографии. Все, спасибо. Целый день из головы не выходит Богдан. Я каждую минуту жду его звонка. Неужели он так и не думает извиняться? А если бы не беременность, вы сошлись бы или нет? Нет. Нет? Нет. Мы бы уже все, мы тогда с концами две недели не видели, с ним было все хорошо, все нравилось. У вас были натянуты отношения с ним, я так понимаю? Да не то слово. Проходите, заверено. В нашем очереди. Как же я устала. Раньше на каблуках могла запросто целый день пробегать. Но на седьмом месяце это уже не так-то просто. У меня гудят ноги и тянет живот. Хочется поскорее рухнуть на диван и заснуть. Но сюрприз, который меня ждал дома, кардинально изменил мои планы. Привет. Опа, сюрприз. Сюрприз. Никак не привыкну, что моя так называемая свекровь может без предупреждения нагрянуть к нам в гости. Она живет в Полтаве и с отцом Богдана уже 10 лет как в разводе. Но в квартиру к своему бывшему мужу приезжает как к себе домой. Ты мне скажи, будь ласка, что тебе завидится. Я с фотосессией. Но на маму Богдана это не произвело никакого впечатления. Сейчас будем ужин готовить. Я так устала. Однако делаться от Ларисы Сергеевны не так-то просто. Марьинка, иди сюда. Давай, присаживайся. Помогай мне. Ты заморилась или не заморилась. Это же такое дело. Ну, конечно. Доча, эти волосики надо их прикнопать к тебе. Ой, Боже, выйди из кухни, скажу тебе. Что это такое? Давайте я сама буду решать, как мне ходить. Чем ты моего сына годуешь? Ничего не мое в хате, в холодильнике пусто. Доча, ну ты молодец. Обычно, знаешь, как берут вот так вот и ручкой одною. Ты еще и ногами там походил в том фарше. Две руки всунула. Лучше бы за своим сыном смотрела. Ее, конечно, не волнует, какого мне беременная ждать его до позна. Да и котлеты эти на ночь глядя никому не нужны. Ежедневный ужин Богдана – литр пива. И мне надоело с этим бороться. Я понимаю, что я противна и я вот такая назойлива. Но я же просто хочу, чтобы лучше было для вас. Я устала. Я хочу отдыхать уже. Боже, нахалюга, ты нормальна. Приехала, свекруха. Вот так. Привези, наготов, и чаю не попей, текай с дому. Я признательна Ларисе Сергеевне, что она убедила Богдана забрать меня к себе. Но то, что она теперь постоянно вмешивается в наши отношения, меня страшно раздражает. Богдан привык, что все проблемы за него решают родители. И никак не поймет, что самому пора взрослеть. Ведь у нас скоро родится ребенок. Вот где он сейчас? Вместо того, чтобы быть со мной рядом, наверняка развлекается с друзьями. Привет. Богдан у нас скоро станет папой. Ого. Богдан? Да ладно. Папой? Да. Серьезно? Что ты сразу вот так вот вот и... Карты на стол. Ты кольцо уже купил? Да. Чего ты тянешь? Я на самом деле как-то об этом не думал вообще. Не думал даже об этом? Интересно. Я не хочу этого. Она занимается свадьбой. Уже давно заполночь. И я просто не нахожу себе места. Готова даже забыть нашу последнюю ссору. Только бы Богдан поскорее вернулся домой. Да, привет. Ты где? Кофе пью. А кто там сзади у тебя на заднем плане? Житомир, Данил, Марина, Света. Какая Марина, какая Света? Кто такие? Это Данила, знакомые. Когда ты будешь? Через час-полтора где-то. Тебе что, пофиг вообще? Как я себя чувствую? То, что я устала, блин. Что твоя мама, блин, тупая, блин, достала меня уже сегодня. Давай домой. Что случилось, Кремль? Да все нормально. Но и через час, и через два, и через три Богдан не пришел. Я уже не знала, что и думать. В ожидании до самого утра не сомкнула глаз. Как дела? Чего ты улегся в одежде на кровать? Что случилось? Ты мне ничего не хочешь сказать? По поводу. Что это были за бабы? Что они вообще там делали? Пять минут, как они пришли, ты как жопой чувствовала. В зало позвонила. И тебе просто, ну, б***аться не к чему. Я тебя попросила раздеться. Это раз. Во-вторых, ты спишь там. Где там? Вот там, где я тебе постелила. А буду тут спать. Ну что, я не понимаю причины, почему ты вообще так разговариваешь. И ты не посиди. Ручка, не трогай меня. Тогда я буду здесь спать сама. Тебе делать нечего, или ты хочешь, ну... Ладно. Хочешь сегодня на полу поспать? Так уж и быть. Поспим сегодня на полу. До сих пор не понимаю, как Богдану это удается. Но стоит ему меня обнять, я все прощаю. Мне страшно его потерять. Ведь теперь ближе и роднее у меня никого нет. Сегодня у меня плановое УЗИ, на котором, я надеюсь, нам все-таки сообщат пол нашего ребенка. Богдан пообещал пойти со мной, но в последний момент сказал, что у него много клиентов, и ему нужно бежать. Я очень расстроилась. Ведь мне так хотелось, чтобы он был рядом. А смотри, тут настоящая девочка у тебя. Девочке это очень хорошо. Так что это будет подарок для мужа. Обрадуешься сегодня. Когда я позвонила ему на работу сказать, что у нас родится дочка, меня огорошили. Богдан в салоне не появлялся. Я шла домой, еле сдерживая слезы. Зачем же он меня обманул? Но причина оказалась настолько невероятной, что никогда даже не пришла бы мне в голову. Ну, смотри, смотри. Вот. Ух ты! Блин. Это та, которая хотела. Ну да, я же знаю. Богдан купил нашему ребенку кроватку. Как же его после этого не любить? Он так старается. Я верю, что из него получится хороший отец. И этот поступок дал мне надежду на то, что мои мечты о счастливой семье все-таки сбудутся. Иди сюда, у меня тоже для тебя есть сюрприз. Она сто процентов девочка. Классно. Теперь без малейших сомнений я решила забрать у бабушки оставшиеся вещи. С тех пор, как я переехала к Богдану, с бабушкой мы видимся крайне редко. Если честно, я до сих пор не могу ей простить, что она не поддержала меня в трудную минуту. Да и наши встречи обычно заканчиваются ее упреками. Мол, как ты могла связаться с Богданом? Вы же с ребенком ему не нужны. Думаю, что и сегодня таких разговоров не избежать. Но я постараюсь держать себя в руках. И ни в коем случае не покажу бабушке, как сильно я переживаю из-за наших отношений с Богданом. Как Богдан сейчас общается с ребенком? Общается. Как он настроен уже? Как готов быть отцом? Я уверена, что Богдану будет вполне достаточно уделять внимание ребенку. У него еще были какие-то склонности пойти где-то с друзьями пиво попить. Богдан дома сидит с работы, не опаздывает. Он реально меняется, взрослеет. Я просто помню, Богдан пообещал, что Марина будет учиться, все будет нормально. Ты меня больше ни о чем не спрашиваешь. Вообще, тебя только учеба интересует. Для меня главное твое стремление закончить учебу. Вот это для меня основной смысл моей жизни. Я и сама знаю, как важно получить образование. Но как бабушка не поймет, что сейчас для меня на первом месте Богдан, а с учебой потом как-нибудь разберусь. Если бы она узнала, что я взяла в колледже академотпуск, ее бы просто удар хватил. Поэтому я промолчала. Вам детей сейчас не надо было планировать? В общем, бабушка, я это на восьмом месте беременности обсуждать не буду. Вот, наверное, именно поэтому мы редко видимся. Ладно, бабушка, у меня еще много дел. Бабушка боится, что моя судьба будет такой же трагичной, как и у моей мамы. Слышишь, у мамы тоже как. В твоем возрасте я родила тебя, и как это все сложно было для нее. И мои переживания, я тоже за тебя, что у тебя так, чтобы не получилось. Я считаю, что она просто была не готова. Посмотри на меня и посмотри на нее. Разница, все слышно. Я не стала долго засиживаться у бабушки, потому что под подъездом меня ждал Богдан. Он не хочет лишний раз попадаться ей на глаза. Мне кажется, что и Богдан, и его родители до сих пор не забыли о том грандиозном скандале, который закатила им бабушка, когда я в 15 лет сбежала к любимому жить. Она тогда даже милицию вызывала, чтобы меня оттуда забрали. И мне по сей день страшно стыдно за это. Что-то так, что-то так. А вот бабушка опять задолбала. Типа, мне уж Богдан обещал, что ты не будешь беременеться. И так далее. Нашла о чем поговорить на восьмом, когда я уже на восьмом месяце. Только я успокоилась после разговора с бабушкой, как Богдан просто потряс меня новостью. Опять из Полтавы приехала его мама и затевает что-то на вечер. Зачастила она к нам. Не к добру это. Но когда я услышала, о чем родители Богдана хотят поговорить, поначалу даже обрадовалась. Да я хоть сейчас готова идти под венец. Но Богдан все медлит с предложением. И сколько бы родители не подталкивали его, дальше разговоров дело не идет. Хай будут батьки, чтобы мы познакомились поближе, скажем так. Это же родина наша. Марина, а как настроение у твоих родителей, у бабушки? С папой я еще не знакомый, с мамой тоже. Я сама с ними мало знакома, но видеть их не хочу. Мать с отцом никогда мною не интересовались. Так почему же я должна приглашать их на свою свадьбу? Столько бабушку видел, я никогда не видел, чтобы в ней было какое-то нормальное настроение. Всегда она с первой встречи, с начала разговора, она хочет кого-то под себя подломать. Но так же не бывает. Но все равно отношения мне как-то не нравятся. Да, хотелось бы быть более роднейшими. И пришли, чаю попили, и побалакали уже. Так что, может, перезвоним бабушке, хай прийдет у нас на вечерю. Ага, прибежит сейчас. А что? А на вей, а что? И будет прекрасно, и побалакаем. Вы хотите опять испортиться? Я с вами таких вопросов не хочу решать. Богданчик, ну хорошо. Сейчас опять начнутся скандалы и так далее. Ну мне надо. Вот все будет хорошо. Не переймайся, Маринка. Но следующие слова мамы Богдана вообще лишили меня дара речи. Я приехала, теперь остаюсь, пока ты не родишь. Пока, значит, мы будем месяц еще побуду, понянчимся. Девчонка, поможу тебе. Все повелезаю, пообираю, порядки понавожу. Хорошо. Ты не против? Нет. Не против? Ну и добренько. Я пойду, подогреться, где там Богдан. Что-то Лариса Сергеевна совсем палку перегибает. Жить с ней под одной крышей так долго, но уж нет. Что, бочка? Ничего. Что, ты тут отдыхаешь от родителей? Да, тут вот всех вместе отдыхаем. Слушай, тут твоя мама, короче, есть такое, что я сказала, что она тут типа собирается до родов и после родов что-то, короче, тут тусоваться. Так, пускай тусовается. Или она тебе мешает? Ну, вообще-то не очень приятно. Как же Богдан не понимает, что я хочу жить только с ним вдвоем. Я ужасно устала, что кто-то постоянно вмешивается в наши отношения. Блин, Богдан, давай переедем. Давай переедем в однокомнатную квартиру, чтобы у нас даже остаться на ночь нельзя было. Мы обсуждали эту тему уже. Ну, слушай, ты мама такой... Я уже со счета сбился. Богдан, я хочу спокойствия, я хочу, чтобы меня никто не трогал. Я хочу вот так вот просто понимать, что так вот закрыться в комнате, и чтобы меня просто никто не трогал. У меня уже вот здесь этот вопрос. Да, Богдан, я... Мне уже, точнее, так, слово квартира. Я не хочу жить в какой-то халабуде. Богдан, халабуда – это здесь. Мы с Богданом так ни до чего и не договорились. Но за весь этот сумасшедший день я перенервничала так, что наутро у меня резко подскочило давление. Голова кружилась, тошнила. Дома никого не было, и мне пришлось самой вызвать скорую. Я даже не подозревала, какой опасности подвергла свою дочку. Как у вас дома сильный обстановка? Нервничала. Врач сказал, если я не буду себя беречь, есть риск родить недоношенного ребенка. И меня оставили в больнице на сохранении. Тогда я в первый раз испугалась за свою малышку. Ведь все эти месяцы я думала только о Богдане. И о своем ребенке забыла так же, как когда-то мои родители обо мне. Если с дочкой что-нибудь случится, я себя никогда не прощу. Почти неделю я в больнице. За все это время Богдан пришел лишь пару раз. Говорит, что постоянно занят на работе. Я очень по нему соскучилась. И звоню чуть ли не каждый час. Так. Что-то уже наярило. Как Маринка себя чувствует? В больнице? А так нормально. А почему в больнице? Ай, дома ей надоело. Вот и в больнице. Грустно одному без Марина? Да не, нормально. Просто как-то немного не убрано. Пьешь, бухаешь. Ну, наконец-то. Прилипать. Говори быстренько. Ты на несколько дашь. Хватит мне вот это вот наяривать. Я когда сбрасываю, я работаю. Ты знаешь. Да что же он опять не грубит? Неужели сегодня не придет? Я уже потеряла всякую надежду его увидеть. Но перед самым закрытием роддома на ночь, Богдан таки появился. Иди ко мне. На тебе. Блин, что ты не виделись? Капец. Как же я обрадовалась Богдану. Значит, все-таки мы с малышкой ему не безразличны. Мне хотелось, чтобы любимый тут же забрал меня домой, и мы вдвоем спокойно ждали рождения нашего ребенка. Но пока там гостит свекровь, даже думать об этом страшно. И я решилась еще раз поговорить о переезде. Когда мы переедем? Когда устанем полностью самостоятельно. Мне кажется, что мы уже стали самостоятельными, раз завели ребенка. Я хочу, чтобы, когда я рожу, чтобы меня никто не трогал. Сейчас я не хочу переезжать, и не могу переезжать. А что ты вообще так взялась и хочешь переехать? Ну, потому что меня раздражает жить еще с кем-то, кроме тебя и ребенка. Что ты жиробесишься? Ну, что ты молчишь? Не плачешь. Короче, я хочу переехать. Все, Богдан. Если мы не переедем, я просто соберу вещи и поеду жить домой. Это я, конечно, погорячилась. Вернуться к бабушке и признать, что она была права – ни за что. Все. Ты не сказал, я переехаю. Все. Я таки добилась своего. Уверена, теперь у нас все наладится. Когда мы будем жить отдельно, Богдан почувствует свою ответственность и, наконец, осознает, что скоро станет папой. Поэтому, как только меня выписали, я занялась поиском квартиры. Узнав, что я отказываюсь от помощи, мама Богдана обиделась и вернулась в Полтаву. Ну и отлично. Все заботы о переезде любимый переложил на меня. Ему было просто лень этим заниматься. Давайте пройдем в потенциальную детскую. Ух ты! Ты же встала. Смотрите, хороший ремонт. Здесь тоже металлопластиковые окна. Все, в принципе, готово уже и обжито. Я пересмотрела с десяток квартир. И хотя мечтала о большой спальне и уютной детской, остановиться пришлось на варианте куда попроще. Богдан по-прежнему работает не напрягаясь. Клиентов у него больше не стало. Поэтому нам приходится экономить каждую копейку. Ну все, Боря, добро пожаловать домой. Да. Дом, милый дом. Милой, конечно, эту квартирку назвать сложно. Но с любимым рай и в шалаше. Да, здесь, конечно, не палац. Но поработать немного надо будет. Ой, эту полочку прибить. Надо обои переклеить. Да? Ты этим и займешься. Только вот эту царскую лепку снимать не будем. Ну, конечно, ты же стилист. А кроватку куда? Ну сюда куда-то, я не знаю. Посмотрим, когда. Наконец, мы только вдвоем. Смотри, паучок. Тараканов ловим. Ту**. Сами его нафига тупо. Какой будет? Это наш сосед. Ну что, хозяйничай? Все, наконец-то это все мое. Боже, я прямо не верю, что реально мы переехали. До ремонта дело так и не дошло. Не успела я распаковать наши вещи, как у меня начались схватки. Мне очень больно. Но Богдан рядом, и я держусь изо всех сил. Ты какой-то п***ец. Вот так, вот так все многоходит. Видишь, это только катастроточка. Хочешь лечь? Я же не знаю. Что хочу? Может, на мячик садешь? Скоро будем рожать. Дыши, дыши, дыши. Давай-давай-давай, сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно-сильно. Вот-вот-вот, хорошо-хорошо-хорошо-хорошо. Сильнее, Мариночка, давай сильнее. Вот, молодец. Выдохнула, выдохнула. Еще раз вдох. Уже голова, уже лузы. Моя девочка уже хочет родиться. Просто хочет родиться. Сильно. Давай, давай, давай! Ещё! Ещё! Боди, а дальше. Больше детей вас нет... О боже... Ой! Ну, блин. Самые ответственные моменты. Здесь очень хорошо продукция, понимаешь? Давай сильно. Марин, давай сильно-сильно. Очень сильно. Упри, скажу, ногами. Палки, тяни на себя. Сильно. Ещё сильнее. Сильнее-сильнее. Сильнее-сильнее. Не дуйся, пожалуйста. Не дуйся. Не дуйся. О! Не дуйся. Всё. На концу мы на грудь сразу. Время. Время. Папа моет ручки, будет перерезать пуповину, целует маму, дочку. А можно я пуповину резать не буду? Пожалуйста. Не будете? Я вам прощаюсь. Если вы не хотите, я это сделаю. Ну не хочет, ну не хочет. Не хочет, папа. Дайте шапочку. Девайте ребенку руководку. Ай. Надевайтесь с ней. Ну что, Таня зовет? Соня. 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 Когда я обняла Софийку, мне хотелось плакать от умиления. Я поняла, что уже давно люблю ее и сделаю все, чтобы моя дочь была счастлива. Ты еще двоих хочешь? Боже, у вас я хожу. А что так? А ты больше. Я еще раз рожаю, что я была. Я не стала цельная семья. Что, я тебя очень люблю, Заянка? И тебя уже, Заянка. Мы тебя тоже любим. Ох, и смешно. Глядя на Богдана с дочкой, я думала, что ради этих трогательных мгновений стоило пережить и войну за ребенка, и ссоры с бабушкой, и обиды от Богдана. Не зря я верила, что после рождения нашей малышки он изменится. Тогда я даже не представляла, что скоро буду думать совсем по-другому. А пока я радовалась каждому дню. Богдан проведывал нас с дочкой, был нежным и внимательным. И я с нетерпением ждала возвращения домой. Увидеть бабушку на выписке я не ожидала. И она посмела прийти после того, как до последнего настаивала на аборте. Марина, я тебя поздравляю. Я боялась, что даже одно ее неосторожное слово может спровоцировать скандал. Но, к счастью, все обошлось. И я думала только об одном – поскорее остаться с Богданом и нашей дочкой. Я и представить не могла, какой подарок приготовил мне любимый. Ух ты, класс! О-о-о-о! Классно! Да, о таком я даже не мечтала. Богдан сам сделал ремонт, пока я была в роддоме. Какой же он все-таки молодец! Кушать хочешь? Угу. А что ты хочешь? На пару, тушеная. Ничего себе, это быстро похудею. Он такое ощущение, что у меня тут второй остался. Я вижу. С появлением Софии дни замелькали с бешеной скоростью. Забот, конечно, прибавилось, но мне нравится быть мамой. Единственное, что меня огорчает – это Богдан. Тихо-тихо, не нервничать. Бери ее, короче, ты ее быстро успокоишь. У тебя есть сиськи. Его благородных порывов хватило всего на несколько дней. И теперь он ведет себя так, словно София ему чужая. Богдан раздражает, когда я прошу успокоить дочку или поменять ей подгузник. Вместо того, чтобы мне помогать, он купил ноутбук и теперь все время сражается с какими-то монстрами. Это ему надо расслабиться? А что говорить обо мне? У меня уже давно смешались день и ночь. Я даже забыла, когда в последний раз нормально спала. Это я не хочу. У меня глаз. До свидания. Куда я слышу? Попадай, пожалуйста. Попадай, пожалуйста. Через месяц после рождения Софии дошло до того, что мы с Богданом почти не разговариваем. Такое впечатление, что он приходит домой только ночевать. И что, какие проблемы? Ну, так это же не конец, это нормально, можно выдержать. А так сейчас я себя чувствую, как будто я беременна. А Марина шо, как она там? Ну, она же была такая структива. Она психует, что-то, что-то вот тебе не нравится, орет. Далеко не легко. Уже поздно. У Богдана все нет. Мне кажется, что в последнее время его совсем не интересует, чем и как я живу. Я чувствую себя брошенной и одинокой. И уже начинаю сомневаться, хочу ли я за Богдана замуж. Неужели я боролась за это? Мне нужно обязательно дождаться его, чтобы серьезно поговорить. Я устала от безразличия Богдана. Пусть ему на меня плевать, но при чем тут ребенок? София и его дочь тоже. И он должен о ней заботиться. Богдан, мне нужно, чтобы ты два часа в день гулял с ней. Не. Богдан, я сутками с ребенком, понимаешь? Не пофигу. Я вообще гулять не буду. Я понимаю, так слушай. У меня закончится молоко. Ты будешь покупать смесь по 150 рублей? Смесь, смесь. Что ты работаешь на смесь? Горзи. Богдан, тебе впадло два часа выделить, вместо того, чтобы поиграть всем долбаным ноутбуком, которые я скоро реально поеду, продам, если не разобью. Но ты мне выносишь мозги все равно. Сиди, ты суси. Ну как можно быть таким эгоистом? И я еще выпрашиваю у него внимание. Это так унизительно, что мне тут же хочется собрать вещи и уйти. Только куда я с дочкой? За два месяца Богдан палец о палец не ударил, чтобы помочь мне с Софией. Но самое обидное, что он стал меня унижать. Я себе гречку купила, чтобы худела. Чтобы что? Чтобы худела, да себе пила. А что тебе не нравится, слышь? Худела. Ну, пора уже. Вообще-то, женщины три года восстанавливаются после родов. Ну, тебе же не 40 лет. Ты как-то поживее должна. Слушай, мне вообще-то неприятно, когда ты мне об этом говоришь. Я могла и не рожать, и все было бы прекрасно. Осталась бы моя модельная фигура. Ну, такая же, раз родила, можно же ее вернуть. А то сейчас так нормально подъела. Так что, слушай, тебя записывать? Куда записывать? В спортзал. Богдан, слушай, ты, блин, ты нормальная вообще? Ну, что, позанимайся немного. Позанимаюсь, Богдан. Я сама решу, когда мне заниматься, а когда нет. Я тебе сказала, что мне неприятно, когда ты об этом говоришь. М-а-ла-дец. Богдан, ты этот ковер будешь отмывать сам? Ну, пойдешь, пресс подкачаешь, сиски подтянешь. Да отстань от меня уже. Нет. Давай сюда. Зачем? Давай сюда. Зачем? Когда пьешь, ты становишься как идиот. Нет, да, ладно, да еще. На тебе Софию и давай. Тогда я сделаю глоток и дам тебе Софию. Ой, возьму Софию. Ну. Богдан, ты что, пьешь с самого утра? Ты что, пьешь алкоголик, блин, или что? Уже вечер, посмотри в окно. Вечер? Ладно, давай. На. Иди-ка. Занимайся. Что, мне пива нельзя выпить? Нельзя. На потенцию плохо влияет. О-о-о, сказал. На потенцию влияет не мое пиво. Это твоя фигура. Знаешь что, Богдан, ты можешь уже прямо сейчас собирать свои манатки и валить оттуда вот за своими моделями. Понятно тебе? Иди вот. Блин, ну и что ж ты не идеально. Я же рожала все-таки. Я давно не ловлю на себе восхищенный взгляд Богдана. Неужели он окончательно охладел по мне? Тогда я даже не представляла, как далеко Богдан может зайти. Сегодня я собиралась поискать в интернете летнюю коляску для Софии. Но случайно наткнулась на незакрытую переписку Богдана с какой-то девицей. Они договаривались о встрече. То, что я прочитала, заставило меня забыть обо всем. Неужели мой любимый меня обманывает? Я не ложилась спать, решив дождаться Богдана и потребовать объяснений о том, где и с кем он провел этот вечер. Главное держать себя в руках и не сорваться. На футболе был? А, что, нельзя? Так ты же вроде как на работу ушел. Я был на работе, я после работы поехал на футбол. Угу. Чему ты мне ничего не сказал? Забыл. Забыл сказать, что ты идешь на футбол? Ну, что ты меня пилишь? Что ты плохое сделал? Я себя не пилю. Ты знаешь, что это не в моем стиле. А что ты делаешь, что ты еб***ься? Ты вот тут подъеб***ься. Ну, пошел я на футбол. Ну, что? И что? И с кем же ты там был? Я с Житомира был на футболе. И? Что и? И с двумя бабами. Короче, слушай. Ты, ну, посмотри со стороны. Вот это нормально. Ну, я хожу, работаю, прихожу каждый день. Ты меня пилишь. Да. Ты меня берешь, тупо пилишь, ищемишь. Сидишь, ищешь компроматы. Я просто в шоке, Богдан. Может, с тобой все-таки семья или как? Да какая с тобой, блин, семья? Ты вечно пилишь и точнишь. Потому что ты не семья, это хрен знает что. Когда приходишь и доброго слова не услышишь. Я не хочу с тобой такое ничего иметь, в общем. На мозг капаешь. Ты вообще сейчас же сутками дома, с ребенком. Да, ищешь компроматы сутками. Да, это ты, в***ь, устроилась. Ну, ты идиот, Богдан. Я из тебя. Придурок какой-то, честное слово. Такого удара от Богдана я не ожидала. Что же мне теперь делать? И как дальше жить? Я столько сил потратила, чтобы у нас была настоящая семья. Да, разругалась с бабушкой, забросила учебу, родила ребенка в семнадцать. И все ради него. А Богдан этого так и не оценил. Ты куда собралась? Я так больше не могу, и я уезжаю к бабушке. Нахрена? Жить, Богдан, жить. А не существовать. Ували тогда. Ну и повалю. Ували. Только не шуми, пожалуйста. Дай я поспать. Соберу вещи, и больше тут шуметь никто не будет. Ну, ты сейчас вот не шуми. Мое сердце разрывалось на части. От боли и обиды хотелось кричать. Но я взяла себя в руки. Ведь теперь у меня есть София. И я просто не имею права раскисать. ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА ТРЕВОЖНАЯ МУЗЫКА Мы не виделись с бабушкой с момента моей выписки из роддома. И я даже не знаю, что ей сейчас сказать. А как Богдан посмотрел, кто ты уходишь? Никак не посмотрю. Что, его устраивает? Он сделал вид, что ему все равно. Да? А ты сделал вид, что он тебе тоже все равно. Да. Понятно. Что я, Марина, могу тебе сказать? Я тебе предупреждала, что тебя ожидает. Это можно было понять с самого начала ваших отношений. Кого слова? Давай не будем сейчас об этом говорить. Ну, ладно. Мы уже оставим этот разговор. Располагайся. Разбирай вещи. А мы с тобой еще поговорим завтра. Когда я смотрю на Софию, мне становится ей очень жалко. Мне ее жалко, потому что я хотела, чтобы она росла в полноценной семье. Чтобы ее любили. Чтобы ее любила не только мама. Из всего, что произошло, я поняла, что когда ребенок плачет, он нужен только маме. Мне просто обидно, что я потратила свое время на человека, которому все равно. Которому все равно, что будет с жизнью моей и его ребенка. Я очень рада, что у меня есть София. У меня появился стимул. У меня появился стимул дальше продолжать учебу. Я знаю, что если сейчас я не получу образование, то моя жизнь просто рухнет. Когда я думаю о будущем Софии, я бы очень не хотела, чтобы она повторила мои ошибки, ошибки моей мамы и ошибки моей бабушки. Я считаю, что за контрацепцию в паре ответственная женщина. Потому что парень сделал свое дело и пошел жить своей жизнью. А девушка потом остается со всеми этими проблемами. Сейчас для меня опорой является бабушка, которая непосредственно меня воспитывала, которая меня растила и которая осталась на данный момент со мной. Моя бабушка все-таки была права. И иногда нужно хотя бы прислушиваться к старшим.